Вот еще один прототип. Это циклон. Четырехцилиндровый. Самый мощный мотор из всех когда-либо сделанных. Его сделали немцы. Называется «Фольксваген». Добро пожаловать в причудливый и сумасшедший мир барона Марго. Художника и создателя автомобильных причуд. Барон – это его настоящее имя, а Марго – вымышленное. Заведется. У этих дорогих машин совсем нет дверей. Даем газ, возможно, аккумулятор сел. Сегодня прекрасный день для того, чтобы прокатиться по району Лос-Анджелеса Сильверлейк. Это место проникнуто духом хиппи среднего класса. Это слишком круто. Как дела? Циклон и барон – это то, что стало скульптурой родстеров западного побережья. Культура, которая превращала старые «Форды» в мощные приземистые мускулкары. Думаю, парни должны сами делать себе машины, вместо того, чтобы отыскивать старый «Форд» и восстанавливать его. Мне нравится брать и придумывать что-то самому. Таков мой девиз – строить абсолютно уникальные уличные игрушки в единственном экземпляре. Мир барона начинается здесь, на переднем дворе его Лос-Анджелесского дома, где полно всего. От пришельцев до пони. В пруду живут полдюжины больших лягушек. И повсюду, куда ни повернись, очередной скептик. Это я сделал из самолетного шестиметрового бака, а затем выковал решетки из алюминия. Четыре секции. Затем сварил все вместе. Это пуленепробиваемое ветровое стекло. От реактивного самолета. Вы знаете, когда ездишь по улицам Лос-Анджелеса, нужно иметь хорошую защиту. Сначала нужно продумать, каким будет кузов. Подобрать нужные детали, пойти на какую-нибудь свалку самолетов, подыскать детали, а затем вернуться в мастерскую и просто творить. Для барона эта машина – воплощение его искусства и жизни. Это абсолют автомобильной переработки. Машина из мусора. В конце концов, после подводных лодок и ракет, и тех вещей, которые я делал, я просто решил, знаете ли, что должен сделать нечто вроде этого. В чем я могу прокатиться. Затем это стало уличной игрушкой. И я стараюсь делать по одной каждые пару лет. Он может называть их уличными игрушками, но они нравятся далеко не всем. От вибрации срабатывают автомобильные сигнализации его соседей, когда он проносится мимо на своем мотоцикле. Он называет его гробом. Он сбросил нас пару раз, когда мы объезжали его. Мы застряли там, не могли выбраться. Просили кого-нибудь помочь нам выбраться. Знаете, как дама, которая упала и не может подняться. В общем, мы сидели там внутри и просили, «Эй, моя нога застряла!» Нет ремней, нет подушек. И все же все машины «Барона» могут законно передвигаться по улицам, по крайней мере, Лос-Анджелеса. У меня все в порядке с законом. Я через многое прошел с этой машиной. Правда, из-за того, как она дымит, они пропускали меня через приборы. Наконец я подал какие-то заявления и получил одобрение. Так что теперь все отлично. Все вроде бы работает. Это я снял с катера. Это регулятор малых оборотов. Все рули для своих машин я делаю сам. Я их отливаю. Обычно они стальные. А это поворотные запорные вентили. Эти поворотные запорные вентили – большие, огромные. Запорные штуки. Я отливаю их из алюминия. И получаются мои собственные рули для всех машин. Также я делаю рычаги. Они просто, чтобы девчонки могли играть с ними. Когда я веду машину. В общем, все это из моей головы. Все эти маленькие лампочки загораются. У нее есть два гудка. Вот этот не работает, если не вставлен ключ. У каждой машины должно быть два гудка, на случай, если один сломается. Но главное – это безопасность. Эту часть я достал несколько лет назад. Это задняя часть реактивного двигателя. Она вдохновила меня построить это. Здесь я как бы шел с конца назад. Добавлял и делал детали. Я использую самолетные детали, детали с катеров. Делаю все, чего у меня нет, или чего я не могу найти. Сейчас барон объединился с Хайем Фернандесом, который привнес во всю операцию чуточку искусности. Дело скорее в работе. Он строит свои машины прямо на дороге. Он не привык работать в мастерской. А у нас есть все необходимое оборудование, чтобы все делать профессионально. Вот с чем ему приходится работать. В мастерской столько разнообразных штук для конструирования. Есть все нужные инструменты, и иногда можно даже пользоваться рулеткой. И, наконец, мы ведь знаем, что вам интересно. Настоящее имя барона – барон Рафаэль Марговский. Но для нас он навсегда останется просто бароном.